Петр Порошенко прибыл в Испанию. Это первая официальная поездка украинского президента в эту страну за последние 22 года. Приехал он на несколько дней и сегодня уже побывал в Кафедральном соборе Аль-Мудена в Мадриде. Поговорил с представителями украинской диаспоры и помолился о мире. Как все было, видел Александр Васильченко. Кафедральный собор Аль-Мудена в Мадриде. На молитву за мир здесь собрались несколько тысяч представителей украинской диаспоры в Испании. Вместе с супругой службу посетил президент Петр Порошенко. Сегодня в Мадриде о мире молились не только на испанском, часть службы провели на украинском языке. После молитвы к присутствующим обратился президент Порошенко. Он отметил, во времена, когда Украина вынуждена защищаться от нападения агрессора, нашей стране необходима поддержка каждого украинца. За несколько минут до начала службы Божьей мы вместе с Мариною и всеми этими детьми заповнили книгу, книгу миру. Это очень важная инициатива, которую дети из всей Украины, из всех куточков, от Закарпаття до Луганска, и украинцы из всего мира, сегодня из Мадрид и из Испании, заповнили свои молитвы, написали верши и желания. Порошенко подчеркнул, это первый официальный визит президента Украины в Испанию за последние 22 года. И здесь глава государства анонсировал подписание нового соглашения о соцобеспечении. В конце службы в одном из старейших соборов Мадрида звучит гимн Украины. Не скрывая эмоции, присутствующие на службе делятся впечатлениями. Чтобы мы повернулись до своей земли, до своей Украины. Мы не хотим тут жить, а мы хотим жить в Украине, на своей родной земле. Мы вот эти дети, они тут живут, они забывают нашу родную Украину, нашу малую. О важности такого мероприятия говорят и представители украинской официальной делегации. Министр иностранных дел Павел Клинкин отметил стремление соотечественников, даже находясь за рубежом, помогать своей родине. Главное ощущение, когда молитва за мир, когда просто разговариваешь с людьми, сейчас перед службой и после службы. И видишь, как много переживают каждую секунду, как они помогают, помогают с тем, что они могут. Официальные мероприятия украинской делегации на самом высоком уровне состоятся уже завтра. Запланированы встречи с премьер-министром Испании, главой Конгресса и депутатами. Также президент Петр Порошенко встретится с королем Испании Филиппом VI. Заканчивается визит встречи с представителями деловых кругов. Александр Васильченко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Специально из Испании. Субтитры создавал DimaTorzok